так я всегда спрашиваю у нас все записывается выставляется интернет вы не против нет не против я вас слушаю еще раз хочу вас поприветствовать вот хочу маленько рассказать предысторию чтобы вы понимали о чем речь и как это все было чтобы было может быть яснее вот значит когда мы обсуждали с батюшкой который благослови мне читать толкование на евангелие которые вы издали вот я ему говорю вот я могу оставить вам вот эту книгу к истинному православию вот эту книгу говорю могу оставить вы ее прочтите вот эти книги были на рецензоре и за 15 лет никто ни слова не сказал так как вы мне говорили я так ему и сказал я и он говорит о ну что ж люди у меня меня читали я как бы я верю и он от как бы открестился от этого не стал читать хотя ему еще раз предложил ну не стал читать ну я думаю хорошо готовился я к чтению мы договорились прочитать значит первую часть из книги к истинному православию которая наслаждает авторитет библии чтобы люди знали что это вообще за книга и почему будем ее здесь читать и для чего и предисловие блаженного феофилакта к саму толкованию вот собственно так мы договорились с когда говорились после обеда это то есть после служения обед вот и после этого беда почитать вот договорились сделать именно так значит потом когда служба произошла обед начался у людей и батюшка начал в общем как ходить туда сюда я когда спросил у людей а они говорят крещение сейчас будет крещение будет и помимо этого я так понял что он еще машину осветил людям в общем я посмотрел думаю договорились сразу после обеда ну ладно ничего страшного я готов был ждать столько сколько нужно все-таки дело господне и воскресенье мне делать все равно нечего больше и не положено значит а да еще до этого я им рекомендовал посмотреть ваш канал ваш сайт чтобы ну сказал вот человек говорит ничего не скрывает я каждый день выставляются ролики что они делают как где как проповедует как работают все буквально выставлено и это подкупает в некоторой мере открытость скрывать то нечего и он хорошо хорошо и ему даже скинул один ролик вот конкретно 15-минутный ролик называется кажется кому теперь молиться вы обсуждаете вот это отделение украины вот скинул он его посмотрел мы вечером созванивались он смотрел говорит ну что то здесь не это в итоге когда подошло время читать душесказанное он вышел ко мне из алтаря и говорит так тихо говорит шепотом говорит ну вот я там звонил нигде его книги не были на рецензоре говорит у меня там воюродная сестра где-то около киево-печерской лавры я не понял точно это то ли служит то ли в общем знакомым звонил так сказать и у мнение церкви там где-то он смотрел говорит это сектант и все в этом роде от него открестилась и зарубежная церковь и все от него открестились в общем я говорю ради бога отменять и все что мы если вам это не нравится не угодно будут менять и ничего не будет он нет нет мы когда говорили так и будет я почувствовал что он боится чтобы народ народ то пришел и народу было много и он я почувствовал что он побоялся народ отпустить когда что ничего не будет когда народ уже собрался и ждет то есть тут даже я думаю что если народа было очень мало он бы отпустил скорее всего и было чтение собственно и я просто меня так радость пробрала что народу то пришло много больше двадцати пяти человек было и более того такая как бы сказать слова божия была явно они все сидели как мышки тишина была гробовая был только голос мой такой и в храме такое звучание хорошее слышно было идеально я очень старался было пересыхало во рту но читал с божьей помощью и гробовая тишина меня удивила в храме всегда такая не тушня кто-то что-то делает кулёчки там в общем служба порядка никакого на службы а здесь такое я был удивлен очень сильно и когда я читал в истинном православии там есть момент когда начинается конкретно слово о неверных пастырях которые не учат народ или которые учат по вере бабушки и конкретно когда там идет обличение пастырей в этот момент ровно когда я там прочитал эти строки он в этот же момент взял книжку которая вот это красное толкование блаженного фифилакта и начал так как бы это сказать неистово листать смотреть может там тоже что-то обличительное такое по к пастырям я почувствовал прямо это что так он сейчас тут дойдет это все до того что что-то тут не то и начал просматривать что что мне так что что мне так я это прямо увидел и почувствовал что он переживает очень сильно в общем все прочитано было люди были довольны и больше попросили попросили чтобы я прочитал немного самого толкования я прочитал немного самого толкования хотя батюшка говорит ну наверное устали наверное наверное уже много ну люди хоть чуть-чуть ну давайте прочитал немного толкования и дошел до самого самой проповеди где она очень большая и глубокомысленная, после первой главы идет, точнее не после, а между, можно сказать, толкованием. Я побоялся читать ваши комментарии, потому что пришлось бы афишировать ваше имя, поскольку он мне указал, ну, не так на духу было, что не стоит идти на рожон, как он меня попросил, я так и сделал. Главное, люди услышали о Слове Божьем, я подумал, пока что этого достаточно, а после того, как я предоставлю доказательства, вот тогда уже буду работать в полную силу, потому что, ну, куда ж это годится. Итог, я сказал, ну, говорю, сама проповедь очень длинная, говорю, и глубокомысленная, потому что, ну, читать сейчас уже было бы нехорошо, уже много времени читаем, и, в общем, все впитать не получится, давайте, ну, и все так сразу, да-да-да, все хорошо, все разошлись. Вот. Итог. Дальше, сразу после этого мы говорили с батюшкой, я говорю, неправильно. Говорю, видите, как получается, давайте уделим с вами время, у меня выходной завтра, говорю, послезавтра я готов уделить этому времени столько, сколько нужно. Будем с вами сидеть, читать, и если вы что-то увидите в этом скверное, нехорошее, вопреки Библии или Святым Отцам, хоть что-нибудь, говорю, вы мне покажете, мы это еще раз обсудим, и если, ну, нет, так нет, не будем читать. Я говорю, уделим этому времени, давайте. Он согласился. И я пообещал ему связаться с вами лично, и чтобы вы мне предоставили непреложные доказательства того, что вы состоите в православной церкви, ваш брат состоит на службе. Он мне показал документ, он был похож на такие водительские права, карточка такая, что он церковнослужитель, в общем, все в этом роде. Говорит, когда вы показывали вот эту справку в том ролике, что прислали вашему брату, что он не состоит ни на каком суде, нигде не рассматривается и может вести службу, все хорошо, он говорит, да там даже с ошибками написано, где ни печати, ничего. В общем, не верит он и говорит, да ну, вот, и все время, когда я хотел упомянуть ваше имя, он так, тихо, не афишируйте ничего, а то меня здесь это извергнут и все такое прочее, мнение церкви о нем такое. И я думаю, ну, хорошо, хорошо, пока говорю с ним, не поговорю с человеком этим, и, собственно, ролики вам поскидываю, я видел ролики у вас, и Митрополит служил, и кто только, можно сказать, не служил, думаю, казалось бы. Он еще так присовокупил, говорит, ну я же не за себя переживаю. Я думаю, ну а кого, из-за кого еще тут можно переживать, думаю. Ну, хорошо, раз так. Я, когда пошел в ночную смену работать, думаю, какие дивные дела божии, потому что знаю, что у вас есть ролики служения Митрополита, и вы еще говорили там, что кому скажи, кто поверит, чтобы нам Митрополит служить приехал. В этом суть была такова, слов. И я думаю, ну, казалось бы, служба, какая разница перед Богом, Митрополит или обычный церковнослужитель служит, лишь бы были благодетельны, чтобы, ну, без ереси, без ничего, чтобы служили искренне в вере, в духе истине поклонялись. А вот оно для чего. Для того, чтобы можно было показать вот таким пастырям, что Митрополит служит, что как это так, если Митрополит там служит, это же о чем-то говорит, ну не будет же Митрополит служить с еретиками, это запрещено напрямую. И вот оно для чего Бог даже тут усматривает такие мелочи. Я когда утром... А, да, еще, извините, если я вас задерживаю, вот, расскажу, что после всего этого я... Нет, не так начну. Но вечером, перед воскресеньем, в субботу вечером, мать мне сказала, что одна наша знакомая, мы же вышли из баптистов, вот, и одна наша знакомая оттуда, которая еще у баптистов, она приглашала меня на молодежку, ихнюю молодежку. Говорит, да вот он ищет же Бога, все в этом роде, говорит, парень открытый, давай там на молодежку общаться, это хорошо, все в этом духе. А я когда-то у матери просил, чтобы она узнала, когда у них там молодежка, потому что мне хотелось самому туда пойти и посмотреть, послушать, что там говорят, и задавать вопросы, которые по Писанию, и которые полностью опровергают их видение, вот. И даже здесь я усмотрел, что Господь даже здесь, ну, усматривает, что если муж ее покаялся, недавно совсем, и пошел в ту главную церковь, и только поэтому она меня пригласила на ту молодежку, а в три часа в это воскресенье была молодежка региональная, собирались с Северская, Часовьяра, в общем, с округи со всей молодежь, и я думаю, надо сходить, это будет очень интересно, о чем там будут говорить, и тема такая, жатва кончина века, думаю, надо послушать, что же они там скажут. Естественно, я пришел туда, и сразу начались взгляды такие, я понял, что это касается бороды, во-первых, понял сразу об этом, прямо чувствовал взгляды на себя, и присел сзади там, чтобы меня сильно, ну, не смотрели на меня, чтобы не отвлекались, и попросили подсесть поближе, я подсел поближе, уже тогда так, чтобы видели меня все, посередине прямо сел. И рубашка была белая, в клеточку, в общем, выглядело ярко, слава Богу. И когда началась проповедь, точнее, я уже пришел на часть проповеди, и проповедь была о том, кому мы должны петь, как мы должны петь, и зачем мы это делаем. В общем, о пении и прославлении Божьем, я думаю, ну, хорошо. Петь это, конечно, хорошо, но тема была жатва кончина века. Жду. А у меня время поджимало, и я на работу нужно было, но я ждал. И слушал, дальше была тема уже конкретно о плодах духа и о самой кончине века, о жатве. И он прочитал местописание Евангелия от Матфея, какой же стих. В общем, там, где Господь говорит, что оставьте плевелы вместе с пшенистой расти до жатвы, вот, и там конкретно говорится о том, что плевелы вырвут прежде, прежде пшеницы. И, а он, прочитав это местописание, тут же говорит о том, представьте изумление грешников, когда церковь будет восхищена, и мы будем царствовать с Иисусом Христом тысячу лет. И я так захотел задать вопрос. Вы прочитали только что местописание, что плевелы будут вырваны прежде. Как вы говорите, что церковь будет восхищена, а грешники останутся? О чем вы ведете речь? Мне так хотелось. Но я понял, что я не добью этот вопрос до конца, не доведу, не смогу, недостаточно подкован. Я просто услышал это слово. Но я обязательно туда пойду на молодежки, буду ходить и задавать вопросы. Потому что, ну, сейчас я бы не смог до конца довести свою мысль, хотя одного вопроса мало, пускай даже такого хорошего. И тут я увидел, что Бог показывает, какие врата могут открыться, если я начну проповедовать Слово Божие с большим усердием, начну читать его и, как бы это сказать, толкать народы, что и здесь есть люди, которые, вопреки тому, что им говорят, не слышат это слово. Они просто не слышат. Они о чем-то своем думают и даже услышав Слово Писание, у них как пелена на глазах, они не видят этого. Я думаю, что надо больше читать Слово, подковываться и идти туда, по славу Божию, задавать вопросы как минимум, как максимум, приводить места Писания. В общем, чего я от вас жду? Чтобы вы мне предоставили непреложные доказательства, желательно какой-то документ, чтобы я им показал. И, ну, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Он очень боится, очень боится. И я ему говорил, что боязливых же и неверных, участь в озере Огненном. И что чего мы боимся? Я стараюсь насадить авторитет, во-первых, Библии, дальше святых отцов, их его толкования. И чего здесь бояться? Чего здесь может быть такого нехорошего? Я в этом ничего не вижу нехорошего. Я ему об этом тысячу раз сказал и обличил его. Говорю, ну, как же вы боитесь? Чего вы боитесь? Ну, в общем, и расскажите, пожалуйста, еще о цензоре книг поподробнее. Я постараюсь записать что-нибудь или напечатать. В общем, пожалуйста. Ну, сначала скажу по тому, что вот у вас был разговор. Это ни грамма, ни извини с места. И доказывать тут ничего не надо. Я сейчас приготовил, допустим, 20 свидетельств, 20 документов уже сегодня приготовил. 20, которые, ну, просто ему покажут, что он ничего не знает и говорит-то не обо мне. Он знает-то не обо мне, о ком-то. Я другой совсем, что он думает. А я прямо документы буду сейчас показывать. Но они потом отобразятся. Я постараюсь ночью закачать. У вас к утру будет этот ролик, что мы с вами говорим. О, извините, что перебью. Я как раз хотел попросить, чтобы вы этот ролик выставили прежде остального. Да, видите, у меня работает администрация. Я не сам ставлю. Потому что это очень трудно. И у меня слабые... Но иногда, когда вот так срочно, я пытаюсь за ночь. Он всю ночь один ролик закачивает. От телефона идет-то. Это мне очень непросто. А ведь я выставляю иногда за неделю 100 гигабайт. 100 гигабайт за одну неделю. Даже такое. А меньше 30 за неделю у меня не бывает. Гигабайт. Попробуй закачивать. Это даже не скажешь. Но это специалисты делают у меня. Модераторы работают над этим. Администрация. Но я постараюсь. Тут дело вторая часть. Когда вы пошли туда. Просьба к вам очень большая. Никогда не ходите никуда один. Найдите себе товарища. Попросите или священника. Или кого, кто знает. Чтобы он даже молчал. Сидел рядом и записывал. И каждый раз берите с собой аппаратуру. Скажите. Мне нужно это записать. Чтобы дома там посмотреть. У них разрешается. Я не знаю там какая обстановка. Но у них это свободно все записывается. И у них. Просто скажите. Скажите. Записать можно? А если нет. То почему нельзя-то? Вы что? Вам наоборот надо знать. Что многие люди услышат ваши проповеди. Я не знаю. Но думаю, что не запретят. Хотя как знать. Один никогда не ходите. Запомните. Христос посылал только по двое. 70 учеников послал. Написали. Послал по двое. Кирилл и Мефодий идут двое. Павел взял силу двое. Варнава взял марка и пошел вдвоем. Это миссионерский отдел. Весь два. Больше двух нету. Два. Для крепости. Для поддержки. А одному это слишком робко. Нет свидетелей. Феофилак толкует. Так. Я сейчас буду открывать какие-то документы. Вам их будет не видно. Они у меня на экране будут. Но я буду считать. И вы будете слушать. А теперь он говорит. Там без печати то другое. Это я сейчас сообщу. Что батюшка привез туда оригинал с печатью. Но его-то ни грамма не убедит. Я вам представлю на сто процентов алиби. То, что не сектанты мы. Мы православные. Мнение епископов. Если епископ митрополит у нас служит. А мы еретики. А он же местный-то знает. Не спаза глаза. То митрополита сразу отлучать надо. По канонам. Он должен думать, что говорит священник-то. Теперь. Книги эти. Брали Цензорский отдел. Кемеровская и Новокузнецкая. Запишите. Самая враждебная. Кемеровская епархия. Новокузнецкая. Тульская. Тула. Одесса. Одесса. Монастырь. И оттуда отослали киево-пещерскую лавру. Книгами занимался Дворкин. Запишите. Мне сведения-то поступают. И кроме того. Там может быть сотни-сотни священников. И ни одного слова за 15 лет. Если они нашли что-то. Ну в трудах какого-то священника. Они там кучей бросаются. У меня ни одного нету. Я спрашиваю. Почему нет? Они там не ответили. Говорят, они что, самоубийцы? Что у меня написано? Никакой собор отвергнуть не может. Они даже им стать и сказать. Мы служители антихриста. Вот тогда можно поверить. Один священник нашелся. Ну и говорит. Ну что это, знаете, там цитаты разные. То другое. О крещении. Материал. Ну а наши пришли братья и говорят. Он так сказал. Его фамилии, я могу все назвать здесь. Хороший батюшка-то. Ну пришли и говорят. Я это же самое могу написать только в обратном порядке. Что не надо погружать человека при крещении. Я говорю. Так и сказал. Да, так и сказал. Я говорю. Теперь идите скажите ему. Если он это сделает. У него будет печать антихриста на лбу. Он то ли испугался или что. Говорит. Нет, а я даже не читал. Понимаешь. Вот детская игра. Он не читал. А дает такой ответ. Этот батюшка-то пусть каноны соблюдает церковное. Если он в таком состоянии, там тайна есть. Если он до 30 лет рукоположен, он не священник. Он никто, обманщик. Шестой Вселенский собор. Запишите. Вселенский собор. 14-15 правила. Если до 30 лет священник не поставлен, да будет извержен. Другого наказания нет. То есть он никто. Он будет поступать. Духом, сторожем, кем угодно. Шестой Вселенский собор. 14-15 правила. Если он таковой, он должен сознаться. Теперь я буду по порядку вам считать. Никогда один не ходите. Запомните себе. Найдите сильного товарища. Идите из Библии. Говорят, обязательно тетрадь было, чтобы записывали. А чтобы один, может быть, два – это хорошо, но три – лучше. Чтобы один съемки вел. Когда вы говорите, они говорят. Вы на этом месте очень хорошо на 13 главе Матфея поймали. Вот давайте теперь слушать, что я буду говорить. Так. Немножко. Я прочитаю сначала из Библии, к тому, что сегодня говорим. Псалом 63-7. Вы быстро записывайте. Пс.63-7. Изыскивают неправду. Делают расследование за расследованием. Даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Ну и дальше говорится, что Бог поразит их. Псалом, просто считать дальше. Евангелие от Иоанна 14-11. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Город на вершину горы. Люди не столько слушают наши слова, сколько смотрят на наши дела. Пусть он зайдет на наши ресурсы и посмотрит, какое я имею благословение от Бога. Я сделал то, не я, впрочем, благодать Божия, которое ни один человек в мире не делал. По сегодняшний день. В советское время на всю страну распространить насчитанный златоуст 12 томов. 12 томов жития святых. Книга правил. Добротолюбие 5 томов. Почти 50 книг. Вы где в это время были? Под стол пешком ходили? Батюшке можно спросить. Дальше. Яков 2.22. Яков 2.22. Видишь, что вера содействовала делам его. И делами вера достигла совершенства. Делами. Делами. Не алтарем. Делами. Яков 2.24. Видите ли, человек оправдается делами, а не только верою. Делами. Пусть они дела покажут. Прямо говорит, вы покажите мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел моих. Яков пишет дальше. Теперь Псалом 30. Третий. Три. Ну и дальше. Я его прочитаю вам. Он коротенький очень. Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей, нет ему спасения в Боге. То есть мы нигде не исчезли, а не подыскиваются. Нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глаза моим взываю Господа, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь, я сплю и стою, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь вланит у всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое. Это я предисловие говорю к тому, что дальше будет. Второе. Коринфянам, 12-11. Вы, батюшки, скажите, когда будете говорить, скажите, батюшка, вот эти места, Второе Коринфянам, вы когда не говорили проповедь на эти слова? Дальше. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к этому принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, и у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Галатам 6-14. А я не желаю хвалить, а разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Батюшка, скажите слова, можете сказать от сердца? Тогда мы будем разговаривать хотя бы приблизительно. Дальше. Примудрец Соломона. Примудрец Соломона. 2.15. Они говорят, тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других. И отличные пути его, это все было. Это я предисловие пишу. Закрываю. И дальше читаю. Я прочитаю сейчас оклевитие по житиям святых. Запишите. По житиям святых. 25 января по старому стилю, конечно. 25 января Григорий Богослов. Это один из самых великих отцов церкви. Пастыри народ не учили. И потому народ ересь принимал за истину. А еретиков почитал как истинных православных. И православных почитал за еретиков. Это ваши, скажи, плоды, батюшка, растут. Это было в 4 веке уже. Повторяю. Пастыри народ не учили. А Златоуст говорит, если ты ходил в храм, и не было проповедей, не научился, ты напрасно ходил. Ты скажи, батюшка, не читал это? И Златоуст сказал, большая часть священников погибает. Вот 10 раз священников, минимум 6 будут в аду. Минимум 6. Себе как-то чертите. Большое, букво, большое напишите, ударение. Священников погибает. Святой Златоуст. Дальше. Третий том настольной книги священнослужителя. Это патриархия выпустила. Капитальный труд такой. Третий том настольной книги. Страница 601. И Серафим Саровский не стал ни о чем молиться, забыл все на свете. А молился только об архипастерях и священниках. Три дня и три ночи. Тут все понятно. И дальше двоеточие и прямая речь. Господь заговорил и сказал. Он молил Господи. Я вижу, народ не учит. Народ тупой, ничего не знает. Идут за революционерами. Что делать-то дальше-то? Ответь мне, Господи. И Господь заговорил. Дальше кавычки открыты. Господь сказал. Не молись. Я не услышу. Пророк Иеремия вспоминает это. Ибо отверг Господь их. И причина та, что вымыслы человечества заменили истину Божью. Это говорит Господь Бог Серафиму Саровскому. И это выпустила патриархия. Не я. Это не моя книга. Так. Теперь. 20 апреля. Анастасий Игумен. Житие святого. Ересь автокефалов. Их называли безголовыми. Потому что у них не было ни епископов, ни священников главы. Где выходили, это все безголовые люди. Сектанты. Баптисты, хоть кто. У них нет священства, нет связи с апостольскими временами. Они самоизмышленные собрали людей и назвали церковью. А церковь основана была в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Не в 1609 году. Джон Смит, как у них. Считаем. 11 мая. Мефодий. От немецких священников произошла трехязыковая ересь. Они придумали, что богослужение может быть только на тех языках, на каких была надпись на кресте над главой Иисуса Христа. Мефодий же доказывал, что каждому народу нужна проповедь на их родном языке. А те, кто запрещает переводить на родной понятный язык богослужение, суть волки хищные. Это Дмитрий Ростовского, 12 томов. Вот скажи, батюшка, если только мы на непонятном языке стоим в хряме бармочи, мы волки хищные. 11 мая житие. 13 мая Дионисий Радонежский обвинен в еретичестве. 13 мая. 13 мая житие святых. Дионисий Радонежский обвинен в еретичестве и заточен. То есть тюрьму посажен. Ну а после был оправдан. Когда умрет человек, можно оправдать его. Даша, 15 мая. Пахомий. Пахомий великий называется. А со словом великих, вот Василий Великий, за 20 столетий только 17 человек было. Батюшка спроси, а сколько великих? Он не ответит. Доказательство истинной веры искать в Писании, а не в чудесах. Еретих может и реку перейти как посуху, чтобы утвердиться в ересе. Батюшка, во свете Библии читай книги, которые тебе даю, скажи, а не жди, когда кто-то похвалит. 15 июня. 15 июня. Иероним Стридонский. Вот у нас самый из святых отцов почитаемый Анзо Таус, а у католиков иероним. Но он был, когда еще церковь не разделилась, еще 6 столетий будет вместе. Лучшего защитника от еретиков, он, лучший защитник был, обвинили самого в ересе. Скажем, батюшка, вы знаете это или нет? Никто так не защищал православие от еретей, как он. В моем доме сколько еретиков стали православными священниками? Вот был в Загорске, там, Сергиев Посад, Андриан, такой известный, старец там, Кирилл, я был у них. И что интересно, у них откуда-то мнение такое, говорят, вот если 12 сектантов через кого-то бы пришли у нас, человек достоин звания апостола. 12. А сегодня отток идет от православия туда. А у нас здесь в обратном порядке пошло. И баптисты везде запретили мне давать слово. Дальше. 3 июля мы сейчас по житиям пройдем. 3 июля Александр обители неусыпающих. Александр просто запишите. Я дальше считаю. На ересь люди православные смотрели как на благочестие. На ересь смотрели как на благочестие. Тут дальше больше написано. 7 отроков и фестки 4 августа. Взять книгу «Жития святых» 12 томов патриархия выпустила лет, наверное, 15 назад. Полностью крупно все напечатано. 7 отроков ефестских. Молодые ребята были, офицеры, и Господь их в пещере там оставил, они уснули и больше 150 лет спали. А потом встали, а уже другая власть. Православные епископы сделали с еретиками, перестали верить в воскресение мертвых. Ты скажи, батюшка, знаешь про это? А ты епископ сказал, епископ сказал, Златоуз говорит, никого не боюсь, только епископов. теперь обвинения какие бывают. Я немножко коснусь. 18 января Афанасий Великий обвинен, что якобы прислал пресс-фитера и чтобы опрокинул престол 9 июля. А то 18 января был Афанасий Великий. 18 января Афанасий Великий. 9 июля Кирилл Александрийский. Еретики обвиняли его в ереси. Еретики Дальше. 21 августа Авраами Смоленский Авраами Смоленский был обвинен в прещении женщин в еретичестве. Запрещали священно действовать. А потом канонизировали. Как Павец сказал, говорит Пушкин, они любить умеют только мертвых. 5 октября Дионисий Александрийский. Дионисий Александрийский. Город Александрий столичный город был. Всю жизнь боролся с ересами, как сильный ротоборец. И сам же был обвинен в неправомыслии. А то мы сегодня считаем, нам говорят, а как так? Да так, как и сегодня, так же и делает. Если бы мы жили в то время, мы бы пророков не распяли, Христу говорили. А вот теперь пришел господин пророков, и его распяли. 13 ноября по старому стилю все. Иоанн Златоуст, его память, патриарх Александрийский, Феофил, патриарх, возводил великие обвинения на Иоанна Златоуста и пресвитера и Сидора, и обоих низверг. Златоуста заточили, веревка за шею, и до конца ссылки не дошел, умер. Это епископы все сделали. И когда Златоуст в горах сопровождаем был притарианской гвардией, гвардейцы, ну, ОМОН, монахи засели на горных тропах и караули, когда пойдет во главе с епископом Фаретарем, чтобы убить его. Мы ничему не научились, не поняли. За Златоустом охотились в горах. Как на зайца. Да ладно, нашлась одна богатая, приняла его на ночь. Дальше. Ну, и тут много еще какие были лжецы. Вот, дальше. 9 июня Кирилл Александрийский. Мы смотрели его. Слушал клевету на Иоанна Златоуста, слушая ложь своего дяди, патриарха Феофила Александрийского. Златоуст уже канонизирован, он не хотел молиться за него. А потом сам был канонизирован, раскаялся, Божья Матерь явилась ему. Ну, видишь как? Патриарх Мефодий. Запиши. Патриарх Мефодий. 14 июня наняли они женщину, подослали к нему и оклеветали. Еретики же поносили православных и говорили, вот за кем идете. Смотри, за кем вы идете. 15 июня дуло, дуло страстотерпец. Обыкновенный монах был, видимо, ну и все клеветали, что он украл сосуды церковные. Его допрашивают, говорят, я не брал. Его так допытывали, что оторвали челюсть, челюсть оторвали. И он умер. И когда пришли, братья поняли, в это время нашли, кто своровал. Пришли к нему, к мертвому, а его нету. Он даже мертвый не захотел их видеть, говорит. Ну и дальше мы считаем об этом. 1 сентября Симеон Юродивый. В пресвитера, то есть священника, вошел бес, демон, за то, что он слушал клеветников и отлучал несправедливо. Почему они скрывают от народа-то? Ты прочитай это в житие. Вошел бес, а он продолжает служить, руки поднимает, причащает людей, исповедует, а в нем бес. Он слушает клеветников. Он где? Считал книги мои, со мной беседовал, ваш батюшка? Нет. А ты открой про патриарха, что пишут, какими словами его называют. Ну, конечно, не столько клевет, как на меня. Ну, вот так. Мартин, патриарх, 14 октября. Патриархов обвиняли, оболгали. 14 октября, Мартин, патриарх. Говорили, что он имеет дело с сарацинами и не чтит Богородицу. Тут у нас был один, ну, нас говорил, что мы еретики, икон нету, а потом его посадили за то, что церковное присвоил. Его отец Владимир звать, Суртаев. Но посадили, а я в тюрьме работаю, это не за деньги, просто с заключенными, свидетельствует. Ну и с ним встретились. И пошел я за него ходатайствовать, прокуратуру, везде. Пошел в местную епархию, говорю, ну вы его посадили. Понимаете, он же мучается там. Он уже все отдал, этот дом, машину, все отдал. Ну теперь-то освободите. Он когда освободился и стал ходить к нам на богослужения, а я в университете вел занятия же. Его сестра стала ходить, а я ему что мог переносил туда еще в тюрьму. Я говорю, отец Владимир, ты говорил, что вот у нас икон нету, да, говорил. Ну ты же видишь, что иконы есть. Ты знал, что у нас иконы есть? Конечно, знал. Зачем говорил? А чтоб к вам не ходили. Ну, я еще могу сказать. Я бы называю фамилию, он в Хитманово служил. 14 ноября Иоанн Милостивый. 12 ноября 12. 12 ноября Иоанн Милостивый. А клеветаны монахи и в блуде и за связь неприличную. А ничего не было. Так. Ну и так дальше. Тут много что. 13 декабря Евстратии. Написано, по пустой клевете предавали людей. Предавали власть. Вот как сейчас было в советское время друг на друга предавали. Священников подряд всех расстреливали. Так. Ну, вот так. Это чтобы я вам дал понять, что на клевету мы должны смотреть так, что это не сегодня. Так. Теперь. Я открываю журнал Московского Патриархата. Запишите. студенческий журнал Покров. Покров. Название. Барнаульской духовной семинарии. Номер 9. 2016 год. Страница 34. Тут пишут они про Потеряевку, действует лагерь, церковь и дальше. Дальше пишут. После подписания акта о каноническом общении и восстановлении единства внутри русской по местной православной церкви, пользуясь нормами приложения как то о каноническом общении, приход, то есть наш, сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Значит, сохранили. Дальше. Несмотря на то, что время, определяющее переходной период для российских общин, был до 17 мая 2012 года, истекло. Приходы в города Барнауля селепатеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятель РПЦЗ митрополита Илариона, русской православной зарубежной церкви, Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Эти слова запишите. Имеют полное общение с Алтайской митрополией. Вы потом увидите здесь, это все будет видно в ролике. Крестовозышенский приход города Барнаула и общины села Потеряевка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старобрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский, нравственный и бытовой уклад многие семьи многодетны. У нас священник тут был, но видит, уже время служить. И думает, а почему никто не пришел в храм-то? Никого нет. Открыл храм полный. У нас даже шепотом ни одного слова не говорит. А один был здесь, начальник миссионерского отдела, даже раньше он был, и говорит, ребенок грудной два раза писнул, говорит, и замолк, как они это умеют делать так? На руках ребенок и тот не плачет. Старостой этих общин является родной брат протеерея Якима Лапкина, Игнатий Тихонович Лапкин, известный православный миссионер, объехавшись проповедями о православии более 500 городов в России и ближнем и дальнем зарубежье. Не 500, а 600 с лишним. Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако, можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Кто это говорит? Запишите. доктор богословия доктор богословия доктор богословия запятая кандидат юридических наук профессор кафедры истории истории церкви Черновицкого православного богословского института. Это не просто института. Настоятель храма святого Луки города Норильска. Священник Павел Бочков. Ще. Бочка. Павел Бочков. Я бы мог не говорить вам, но это документ. Дальше. Ну это вы видели, что я вам давал. Как епархия бы давала, если бы он другой был какой-то? Удостоверение дают. Вы его считали? Батюшка из отпуска сейчас вернулся. Дано протерею Екему Тихоновичу Лапкину, устоятелю Крестово-Зиженского общины города Барнаула в том, что ему благословляется кем? Митрополитам. Отпуск с правом выезда за пределы епархии с 27 сентября до 26 октября. Протерея Ким Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Русской Православной Церковью. В священнослужении не запрещен, под церковным судом и следствием не состоит. Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Алтайская Митрополия. 17 августа 18-го года выдан документ 17 августа 18-го года номер 29. Заведущий канцелярия Илья Валентин Михайлов. А какие он ошибки нашел? Какие ошибки? Где? Я не знаю. Он не уточнял. А надо спросить. Спросить. Грамотный батюш. Видимо, орфографические, что ли? Не знаю. Тут что тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять строчек. Какуда ошибкам-то быть? Так это я перепечатал оттуда. 18 августа какого года? 18-го? Ну да, 18-го. Вот он так же вернулся из отпуска. Так. Андрей-то Кураев у них как? В почете, нет? В батюшке? Об этом не знаю. Я только успел спросить про Осипова. Осипову я посылал свои материалы, которые, известно, православие. Он все одобрил. Все. Я по телефону с ним разговаривал, лично не встречался. Ну, Андрей Кураев тут я показываю, где, какие, потом посмотрите. Говорит Максим Степаненко. И вот он дальше говорит. Так. Для меня, кавычки открыты, для меня эта тематика стала серьезной. Просто напишите Кураев, Лапкин, и вы увидите там ролик. Когда я познакомился с трудами самого выдающегося современного миссионера в России. Православный, из ныне живущих Игнатий Лапкин. Он живет в Барнауле, в Сибири. Знаете, на мой взгляд, я ему вообще завидую. Он мирянин, обычный человек. Этот человек совершенно безбашенный, свободный. Это, знаете, такая жуткая смесь баптистов и старобрядцев по взгляду. А я дальше поясняю. Библия, это, я знаю, это баптист, а что порядок, это старобрядство. Он-то в это имеет в виду-то. А они-то тут не знают чего. Он так краешком Бога, он имеет отношение к патриархии. Он там староста общины местной зарубежной церкви. И сейчас-то разбирает там вопросы о присяге, о клятвах и прочее, о служении. И приводит масса цитат из Писания, святых отцов, жительной литературы. Он очень начитанный человек. С чем-то я не могу со многим согласиться. Он меня во многом поносит по всем кочкам. Но у него очень много серьезных вещей. Он вдруг активизирует такие пласты. Опять тут не столько его мысли, но из Писаний, из отцов, из житийной литературы, что мы могли забыть. Он нам напоминает. Это же в нашем предании. И нельзя это так просто взять и объехать на осле, на кривой кобыле какой-нибудь. В частности, я помню, меня так поразила такая подборка на десятках страниц против расчленения мощей. Там святые отцы сколько было видений, требовали не вытаскивать из могилы, не расчленять и так далее. Я ничего своего не говорю. Господь говорит, в прах ты в прах возвратишься. Вы это выполните и все кончилось. У нас так к этому сейчас более спокойно относятся. До нанотехнологий дойдет. До расщепления мощей, что в каждом храме, в каждом христианском доме был полный комплект всех святых. В общем, смотрите. Но для ума у него хорошая гимнастика. Контрастный душ, я гарантирую. Я бывал у него в храме. Он был здесь, приезжал за книгами. Там жесткие порядки. Ходить только в русской одежде. Никаких там джинсов, пиджачков, галстуков нет. Прийти в храм за 15 минут до начала службы, а потом деревья закрываются. И вся служба, что была по уставу. Я говорю, вот такая-то когдаудивительная смесь старообрядчества и баптизма. Такой пиетет к Писанию и такое знание Писания. А мне плевать, что какой-то собор разрешил Писание выше собора и по Писанию, а не каким-то собором прикрывать свою совесть и так далее. Так вот, где-то баптист, а где-то старовер. Такая вот необычная смесь. А уж понятно, что решение наших синодов местных ехать лесом, полем и еще дальше. Знаете, я ему завидую, он свободный человек. Ему плевать, что про него скажут, а мне все-таки не плевать еще. А его, когда гнать в начале, я говорю, вот так показывал, Андрей, скажите, чтобы приехал, у меня сухарей хватит, надо сказать, палать, я говорю, и нары, я говорю, здесь готовы для него. А чтобы как не возникло, и чтобы владыка такой-то скажет, вот как отзовется, мне не все равно. Вот и все тут. Ну, дальше я поясняю, почему Андрей так сказал. Вы зарядите, прямо послушайте его голосом написанное. Ну, и тут у меня большие материалы есть. Вот, Сергий Митрополит, я показываю документ. Этот документ, прямо с печатью, это новое, на бланке, Русско-Православная Церковь, Барнаульская Епархия, и написали в Епархию главный редактор русской народной мысли, Степанову, А.Д. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, они запрос сделали обо мне. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью. Не сепархия, с церковью со всей, через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. То есть, я в тюрьмах сидел, мне один шаг оставалось до мученичества, но я живой вышел. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. По церковным судам не состоит, как обыкновенный гражданин умеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, митрополит Барнаульский, Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий Иванников. Как? Сергий Иванников. Тут написано, когда он послал 12 мая 2016 года номер 107. Это документ. Дальше. А у них есть на сайте этот документ? А? У них на сайте есть этот документ? Ну да. Вот я его здесь подграфирую. Документ прямо. А тут я его как переписал, показываю, что потом прочитать можете. Документ. Я отдельно могу его увеличить. Так у меня подставка. Сейчас я не могу увеличить никак. Чтобы лучше было считать. Дальше. А так. А как определяет секта, не секта? Вот запиши. 9 декабря 2004 года. Документ. Номер 04 тире 13 и касающий арта 411. Министерство юстиции Российской Федерации. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. Справка. Религиозная организация община православных христиан, в честь священномученик Анфима Некомедийского, поселок Потеряевка, Мамский район Алтайского края, Ишимско-Сибирская епархия, Русская православная церковь за границей. Зарегистрирована Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 21 июля, черкните, регистрация, июля 1995 года. Номер регистрационный 117. 21 июля 1995 года, номер 117. Ну и дальше, говорит, Кристо-Возвиженская община города Барнула, так точно, также, номер регистрационный 23, а зарегистрирована 6 декабря 1991 года. 6 декабря 1991 года. Обе религиозные организации в соответствии с требованием статьи 27 Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях 14 декабря 1999 года прошли перерегистрацию. Напишите, перерегистрация 14 декабря 1999 года. Мы после этого еще два раза проходили. Они там что-то меняют. Ну, в соответствии с требованиями, сведения представили в юридическом лице полностью за период деятельности вышеуказанных религиозных организаций нарушений требований федеральной законодательности положения уставов допущено не было. Деятельность организации осуществляется гласно. В интернете везде. В Главном управлении как контролирующий орган своевременно и в полном объеме предоставляется информация о деятельности. Работники Главного управления приглашаются на проводимые религиозно-организационные организации мероприятия. жалоб на ущемление гражданских социальных и религиозных прав верующих граждан от членов общин на религиозной организации и их руководителей не поступало. То есть все остальное ну сатана научает людей там принимают что-то дома отнимают деньги это ну просто подсудное дело. Ну и соглато. Теперь мы все соблюдаем Конституции пишет и отнесение их к сектам тем более к тоталитарным сектам противоречит Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. То есть настаивали и суд когда принес справку там все сразу разгромили которые были безумно обвиняли и все кончилось. Начальник отдела регистрации общественных религиозных организаций объединения Валерий Иванович Маковеев запиши В. И. Маковеев начальник отдела полковник. Так вот мы увидели секта или не секта. Теперь у нас епископ был в 13 лет епископ Евтихий Курочкин отдельный документ отдельный документ он был 5 лет у патриарха когда вот эти переходные периоды был домодедовский епископ домодедовский в патриархии ну это наш епископ он пишет кавычки открытые для меня общение с ним со мной его с подвижниками это заряд энергии в деле проповеди нашей веры я сразу вижу недочеты свои в своей пастырской деятельности о чем они говорят мне прямо без обвиняков епископ Евтихий Игнатий вам не православие никогда не обвинить он супер православный это наш епископ 13 лет у нас был Евтихий как Курочкин Курочкин да епископ тут все будет видно у вас все это будет видно дальше я закрываю этот документ это тоже документ ну тут преосвященный Иларион Капрал архиепископ Сиднейский Австралийско-Новозеландский теперь он митрополит ну писал дорогие господи отец Акима Игнатий Тихонович с любовью от всего сердца поздравляю вас с вашей семьей всеобщим потеряемки с Рождеством Христовым грядущим новолетием молитвенно желаю вам крепкого здоровья благоденствия бодрости духа обилия духовных радостей от родившейся в Филиме Христа Бога нашего благодарю вас за ваши святые молитвы и миссионерские труды хочу также выразить особенную благодарность Игнатию Тихоновичу за полученные мной его ценные и назидательские богословские труды у меня 38 томов вышло книг в книжном варианте да сохранит вас Господь с любовью во Христе архиепископ Иларион теперь митрополит и когда приезжает к нам митрополит патриархийный сегодняшний они поминают патриарха потом митрополита нашего потом и Сергий митрополита и епископа на территории которой потеряевка находится а те которые говорят еще им доказывать зачем они все равно ничего не верят так я тут показываю вам надо будет потом посмотреть доклад доклад об Игнатии Лапкины по заказу Дворкина и пишет Игла Игнатий Лапкин игольно ушко для РПЦ то есть пройти не могут и внизу показаны два ролика который идет вы их увидите просто отсюда скопировать или напечатать ну название интернетное какое есть я понимаю он на меня наезжал раза три и каждый раз пятился назад стал говорить вот то другое а тут один поднял руку и говорит ну просто назвал Александр Леонидович вы ошибаетесь да а мне так сказали а он приезжал в Барнаул и был в Алтайском государственном университете и наши братья пошли туда а я вел занятия одновременно в пяти университетах институтах его пригласили на мои занятия он начал такое колесе сонести вот это все дворкинское что сегодня идет секта секта люди этого слова даже не знали дальше в прямом эфире говорит отец Максим Каскун Максим Каскун я тут показываю какой ролик все вопрос как вы относитесь к Игнатию Тихоновичу Лапкину я бы мог ролик включить его голосом но он ответ все дело в том что Игнатий Тихонович имеет непосредственно отношение к моей духовной жизни потому что мой духовный отец человек у которого я проучился многие годы протоиерей Геннадий Паст это доктор богословия сейчас Геннадий Паст в свое время принял православие он был минонит немец у Игнатия Лапкина и поэтому я об этом человеке знаю не просто не понаслышке а от очень близких людей являясь как бы его духовным внуком духовный внук поэтому ну в целом конечно человек миссионерствующий человек искренний в советское время очень много пострадал за Христа за проповедь сидел в тюрьме неоднократно в общем впоследствии имели свои какие-то моменты разошелся со святощалем пришлось перейти на зарубежную церковь как бы мне тут что-то двоеточие многоточие многие его за это осуждают за это право вся их деревня вся их община перешла но тем не менее ну как бы человек я считаю что несет позитивное дело в интернете особенно несмотря на свой возраст уже преклонный он все-таки очень много людям помогает отвечает занимается ну со своими как говорится немощами как говорил святой апостол Павел очень важно что он и ты Игнатий Тихонович говорит сегодня многие об этом забывают что я и этому рад если проповедует Христа как говорится бывает так что бывает проповедовать со всякими искушениями там с немощами со своими причудами и все мы как говорится с немощами и поэтому если что-то в Игнатии Лапкину кому-то не нравится это не значит что Игнатий Тихонович плохой да ну просто как говорится он не для нас не для вас ищите себе другого проповедника а если через Игнатия Тихоновича вам что-то приходит ну слава Богу молитесь о его здравии потому что такие люди они редкие и в советское время конечно это был очень известный человек в церковных кругах и нам бы сегодня конечно столько ревности смелости мужества в проповеди Слово Божие какие он явил в свое время я беру из интернета это дальше я сейчас документ возьму его у меня документ с печатью от Синода Игнатий Тихонович Лапкину Барнаул там и все это где Кирио Пасха 1991 год Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность проповеди Слова Божия защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви митрополит Виталий митрополит первый иерарх русской православной зарубежной церкви архиепископ Нью-Йоркский восточноамериканский и архиепископ монреальский и канадский Я его не увеличиваю но там можно будет увидеть потом Еще что тут фотография Я стою митрополит Виталий архиепископ пыларион и я посередине стою с ними Ну когда получше там можно будет увеличить Я сейчас не знаю тут можно или нет повернуть Ну у меня не дает Так Володя Володя подойди пожалуйста возьми аппарат туда направляю сейчас подниму этот и потому что я делаю ссылки А у меня оно не получается чтобы увеличить никак Так О Вот теперь видно Сделай только прямо прямо зайди Вот так она около меня Это в Нью-Йорке в Синоде Вот так Тут никакой подделки нету И тем более здесь которые говорился сейчас смотри Виталий Вот это вот тоже увеличить надо Документ прямо Так приблизь его А то там может быть у них не сработает будет труднее им сделать это Подождите Старте Это документы Документы исключительно важности Дальше Вот Вот это не знаю пойдет или нет Я даю Я даю разрешение указав что это вставка Желательно чтобы хотя 10% изданных вами книг были пожертвованы бедным Мне же с каждого выпуска подарить хотя бы 50 экземпляров для друзей 31 марта 17 года у меня запрос сделали Уже не один запрос сделает на переиздание моих книг А потом с Санкт-Петербурга приехала одна и говорит а ваши книги там переиздают а меня даже не уведомили Я могу определенно сказать книг но просто таких нету больше настолько они взяты из всей патристики а святые отцы это 300 томов пролопать их я их все даже в глаза не видел а вот так это мы смотрели что еще Стеняев Олег Стеняев слышали такого? Конечно Отец Олег Стеняев отмечает видео как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина на ютубе их огромное количество 12 970 роликов говорит Игнатий Тихонович всегда интересно убедительно живо постоянно цитирует священное писание но смущает несколько моментов первое постоянно подчеркивает невежество священников нежелание учить народ и так далее второе говорит что монахи нарушили заповедь спасителя идти на проповедь Евангелия так как пошли в обратном направлении в пустыне и в горы а не в мир для проповеди это Евангелие говорит идите по всему миру а не за стены Олег Стеняев отвечает что я могу ответить Игнатия Лапкина помню как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета но давно с советских времен я его не видел поэтому ничего не могу сказать он приезжал я у него в Москве был у нас приезжал в лагерь был мы до Барнаула как-то с ним ехали вместе я специально показываю этих людей что это ну не выдумка подожди маленько может быть тут еще что-то надо так это стене прошел у меня свобода проповеди а вот сними свобода радио Роса ведущие программы Лапкина Тихонович ну расторгти занятие потеряем свобода занятие такое дар Божий свобода проповедь к свободе призваны вы то есть об одной свободе у меня тысячи проповедей тысячи тысячи триста опубликованы только остальное так ушло и а теперь вот смотри я сейчас включаю ага включаю свой видеоканал так и теперь где-то здесь должно быть интересно а что же одно и то же а я не туда зашел вон мне надо вверху нет это не то а вот а вот я в храме стою потом посмотрите в храме у себя потеряю и проповедую службу ведет митрополит Сергий и он меня ну а я чтец имею право заходить в алтарь и он меня попросил сказать проповедь но я то как назваться мирянин я же никакого звания не имею я просто скажу но и многих ли митрополиты просят сказать в присутствии митрополита проповедь во время богослужения литургии даже священнику сказать вот вы служите там с митрополитом со своим епископом вас просят сказать проповедь или нет а вы за мной смотрите а я за вами не смотрю вам зачем смотреть он просит сейчас я покажу проповедь как говорю а потом покажу что именно так так дальше провожу уже на третий день я перейду дальше шесть проповедей о чем можно говорить а ты посчитай сначала когда я считал после пения царю небесную теперь когда один записывал я сказал 60 проповедей растолковываю эту молитву так я отхожу а в это время открывается дверь дьякон со страхом божьим верою приступите я повторяю я говорю проповедь а потом сложил руки и подхожу к причастию и меня причащает митрополит это документ а рядом священники стоят это все вы увидите дальше вот смотрите верую господи исповедую я хочу ты истин воистину христос сын бога жива не пришел мир грешный спасти от них же первых есть ван еще верую я хочу сидеть с вами чистое тело твое и с ее самая и чистая кровь твоя молюсь мотива милая и простение прегрежения мое больное невольное я же словом я же делом я же ведение и неведение исподоби меня неосужденно причаститесь с этих твоих тайн господи востребление грехов моих и жизнь вечную аминь вечери твоя тайна дни сыне бодри причасти гамя дни небо врагов не тайну побед не ламзане и тяда яху иуда но яко разбойник исповедую тебя поменя господи во царстве твое на нем судо любого осуждения будет причащение для тихо и тайн господи на выселение души и тела очищается христа прилимите без кончика без святого Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Свобода проповеди Субтитры создавал DimaTorzok Он обычно посылает людей Делает личный подвиг таких людей Делает их личной Внутренней Духовной предприимчивости И ревности о Боге И Церкви Божией Метрополит Сергий Строгородский Я первый раз прочитал И понял что это ко мне относится Там нигде не было никого Когда я шел по этапам По острогам и там говорится Вся тюрьма слушала Метрополит Сергий как? Метрополит Сергий Строгородский Ставший потом патриархом первым Советским Строгородский А вот он говорит что Моменты щезвычайные Обычно посылает Бог людей Такой благодатной одаренности Не мое это дело Вот поэтому он прочитал Священник что я священников обличаю Это в пророческом духе называется Не то что я на себя бы это взял Мне тоже охота в тишине пожить А у меня врагов их тысячи Но я говорю что если ты не покаешься Ты погибнешь Господь говорит Я посылал а вы не шли не делали Я устал миловать Иеремия 48.10 Прямо говорит Проклят то дело Господне делает Небрежно И проклят то меч Господень удержит от крови Иеремия 48.10 Но это не все Дальше еще одно пророчество В народе Живущем далеко на севере Появится маленький человек Который станет учить людей Любви и сочувствию Но вокруг него будет Много лицемеров Поэтому ему будет Очень трудно Никто из тех лицемеров И знать не захочет что такое Истинная благодать Но от того человека Останутся мудрые книги И все сказаны Им слова И позднее люди увидят Что обманывали себя Митар Тарабич Кто такой 1829 1899 год Простой и малограмотный крестьянин Родом из сербской деревушки Кремна Временами у него появлялось Видения о которых он повествовал Священнику Захарию Захаревичу Тот в свою очередь ввел записи Пророчества Митара Вот и вся история О них вспомнили в начале 20 века Когда одно за другим С невероятной точностью И последовательностью Начали сбывать все его предсказания Ну и тут все указано Я прочитал и понял Это какое-то отношение имеет и ко мне Слишком много сходится И маленький человек И на севере И много врагов И останутся мудрые книги Это не одно условие Ото мне прислали люди и говорят А мы нашли про вас написанное Не знаю Я этого не могу сказать Ну Я думаю Надо как-то стараться Не так просто Так Ну ладно Тут приговор Суда Время-то уже мало остается Давно уже говорил Больше часа Сейчас 20 Я сейчас прогоню так Чтобы вам читать можно было Приговор А то за что я сидел Там всякую пакость говорят А вот дальше Пока молча я прогоню Чтобы можно было считать Страницы буду листать Это приговор И я пошел По этапу Так Так Маленечко сейчас убавлю Чтобы входило Так Что я против Ленина тут говорил Распространял религиозную литературу Масонство Тайна беззакония в действии Протоколы Ну вот Просчитать надо Просчитайте Магнитные записи Этого не было никогда То есть у меня Никогда не было соперников Я всегда шел непроторенной дорогой Кому отдано было Что взяли Здесь подробно Подробно Мои стихи за которые меня судили Перечисляется Моя вина какая А те то которые Ну нападают У них же ничего нету Еще я Радуйтесь и веселитесь Велика ваша награда На небесах Когда будут Имя ваше как неуводно Богу поносить Для меня это Никакой роли не играет Что там поносят И тут все это говорится Я брал интервью Репрессированных Раскулаченных И все публиковал Какого числа Тут все указано Какие книги Распространял У кого их Обнаружили Сейчас Немножко еще Прогоню Чтобы можно людям Было считать Почему Петр говорит Только бы не пострадал Кто как Злодей Вор Посягающий на чужое А если как Христианин Там посадили Прославляй Бога за такую участь Это он дает Бог тебе славу Венок сплетает Для вечности Смотрите Что Какие у меня Претензии были Что Антиобщественные Содержания Имеют Антиобщественные Материалы Обо мне Выходят за рамки Чисто религиозных Произведений Касаются Социальных отношений Вопросов Права Внутренней Политики КПСС и Советского Государства Народного Образования Культурного Строительства Эти произведения Как правило Засылаются В СССР Различными Зарубежными Антисоветскими Пропагандистскими Центрами Типа Славянской Миссии Содержат Суждения Отрицательно Характеризующие Советский Государственный Общественный Строй Искусственный Сильноправный Подбор Материалов Тенденциозность Их Освещения Фальсифицирует Искажает Советскую Действительность Влечет за собой Восприятие И ее аудитория На которую она направлена В текстах Произведений Идеализируется Дореволюционные Общественные Противовес Общественным Порядкам Существующим В нашей стране Экспертами Выделены Следующие основные Группы измышлений Какие? Утверждения о гонениях Граждан в СССР За их веру Убеждения Даже до убийства Отсутствие В СССР Свободы совести Дальше Измышления Пороча Советскую Атеистическую Науку Это у меня Мои измышления Об истоках Революционно-демократического Движения Социализма Об основателе Советского Государства Владимирича Ленина Руководителя Партии Руководителя Воскресное Собеседование И Лично Проводил его Записи А он служил Подмосковье Это все Мне вину поставили Вот так Что я не порвал с ним Дальше За книги его Такова к счастью жизнь И книга Антиномии Парадоксы Так О том что Лапкин это понимал Заведомую ложь Признавая Так Деятельность Вот Теперь Сейчас Заканчиваю Показать Где это Распространил Что я Материалы О терроре Трагедия русской церкви Двадцатый век христианства И вот Лапкин не мог не осознавать Что заведомо Ложности Распространяемых Их измышления Лапкин является Человеком Грамотным Имеющим Средне специальное Образование Владеющим Несколькими Иностранными Языками Обладающим Широким кругом Эрудиции Большим жизненным опытом При таких Обстоятельствах Утверждения Лапкина Что он не считал Распространяемые Произведения Содержащими Заведомо Ложные измышления Судебные коллеги Находят Надуманными Расценят их Стремление Уклониться От ответственности Засадеянное Все Исследовав Совокупности И решили Изолировать Посадить А потом Пришло время Реабилитировали Реабилитировали И за все Что там было За каждый день Который В тройном размере За три года Считается Наказание Связанное Только с изоляцией От общества А мне как раз Там и надо было Быть Я утром встал На пересыльной Тюрьме В этой Кажется Сейчас скажу В Джамбуле Ну а мне говорят Вот вчера ночью Вы молились На коленях стояли Семь человек За вас остановились Может мы сегодня С вами будем молиться Камера Обращается К Богу А эти то которые Ну они же ничего не знают Не видели Не знают Это моя Моя награда Что У меня отняли Являющиеся Вещественными Доказательствами Магнитофона Маяк 205 В количестве 14 штук Это самые мощные Магнитофоны У меня Они стоили Кажется 320 рублей Каждый А оклад у меня был 72 рубля Чтобы один купить Сколько мне надо было работать Ну я печник Я работал Зарабатывал Ну там не представляется Что-то Они раздоровали А остальное Где сказать Уничтожили Вот так Все И скажите Батюшка Проверять надо По слову Божию А не надеяться Кто-то будет проверять Совесть должна подсказать Вера наша А за каждым словом Не набегаешься К кому ты пойдешь Ну тебе достаточно Я показываю Я среди митрополитов Я как-то приехал в Москву И ночью Ко мне три епископа Пришли посоветоваться Вопросы разрешить свои Ночью Тайно В советское время Это о чем-то говорит Или нет Можно задам Малюсенькие вопросы Быстренько Так Первый вопрос Вы говорили вдвоем идти Человек который не верует в Бога Не считается Только верующий Только верующий Верующий И мама тоже не считается Но она верующая Да конечно Все берите Пойдет Пойдет конечно Чтобы она писала Записывала Тетрадку держала Или снимала У вас что глаза болят Вы зажмурятесь Да бывает Слушай Я просто говорю В ночь работаю И потом за рулем Не сплю Когда с людьми разговариваете Старайтесь не прижмурять А то вас обвинят Скажут лукавый дядька Да Да И последний вопрос Батюшка сам упоминал Я помню Что То ли 22 То ли 21 Ему было Когда его рукоположили Все Незаконно Ему уже за 40 Сейчас Он ровесник моих родителей Даже 50 Около Это получается Что Его сейчас должны извергнуть Или он Он считается Благодатным Ну считается Так давайте Но это последствия несет Допустим Я согласен Допустим Замуж разрешается Выходить с 18 А ее выдали в 5 лет На ней это отразится А это отразится на ней Шестилетнюю Уже Выдают он у мусульман И не где-то А там прямо написано У них Хотя В общем то С 12 А вы видели Икону Богородицы Знаете когда она родила Сколько Какой возраст ее был Не знаю 14 с половиной лет Среди запишите Ей было 14 с половиной лет Значит Ей 13 с чем то было Не полных 14 лет Она была уже Замужем выдана Уже Благовещение прошло Да то так между делом Дальше Вопросы Все Пока что все Ну все с Богом Слава Божию Благословляйте Думаю к утру Если только аппаратура Протянет Уже ролик будет стоять Спасибо вам Встанете сразу У вас какие-то Предложения есть Как назвать Как назвать Да Я буду учитывать Если это Будет Ну реально Как бы хотели Хотел бы Чтобы название Было связано Как бы сказать С обличением боязливых И неверных Поступов Да ладно На благовестие Боязливых Господь не посылает Хороший будет Отлично Вот так И благовестие взяли Боязливых Христос Христос Иисус не посылает С Богом С Богом Все Отключайтесь Все С Богом С Богом С Богом